Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Водопад Гупнар в Малатии в Западной Армении частично замерз. Спасатели возобновили поиски в направлении Гатрута, Драхтия и Джракана Арцаха. Пушинян считает присутствие российских миротворцев в Арцахе положительным. США должны вывезти войска из Сирии и прекратить использование наших природных ресурсов представителей Сирии в ООН. В Константинополе почтут память первого профессионального боксера Турции Карписа Закаряна. Озер Ван принимает гостей из Сибири. 21 января родился Дуан Текеян. Визит делегации Западной Армении в Ярабулуж на нашем сайте и на YouTube-канале. Большая часть водопада Гупнар в провинции Малатия в Западной Армении замерзла из-за холодной погоды в регионе. Водопад объявлен охраняемым ботаническим садом и круглый год принимает множество местных и иностранных туристов. Вода, падающая с высоты 40 метров, в результате замерзания вызвала на скалах огромные струи льда, создавая неповторимый вид. В то же время в центре региона в Высокогорье продолжаются работы по уборке снега. 21 января возобновились поисковые работы на участках боевых действий. Об этом «Эрмен Пресс» сообщил начальник отдела информации по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Республике Арцах Унанта де Вусян. После вчерашнего перерыва сегодня поисковые работы возобновились в направлении Гатрута, Грахтика и Джаракана Джабраила. В общей сложности в результате поисковых работ по сей день обнаружены останки 1247 военнослужащих и гражданских лиц, сообщил Тадо Вусян, добавив, что поисковые работы проводятся с участием родителей без вести пропавших военнослужащих. Никола Пашинян считает присутствие российских миротворцев в Арцахе положительным фактором. Как сообщает «Эрмен Пресс» об этом в ходе правительственного часа в Национальном собрании, сказал премьер-министр Армении, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна. Ничего не изменилось в отношениях безопасности между Республикой Армении и Республикой Арцах, но, очевидно, добавился новый фактор – присутствие российских миротворцев в Арцахе. Присутствие российских миротворцев в Арцахе положительно или отрицательно? Однозначно положительно. Это присутствие предназначено для решения конкретных вопросов безопасности, отмечает Пашинян. Сирия направила свое первое послание Джо Байдену, призывая нового президента США вывести войска из Арабской Республики отказаться от попыток незаконного использования ее нефтяных ресурсов. Об этом сегодня, 21 января, пишет американский журнал Newsweek. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Аль-Джафари высмел действия США в его стране во время виртуального заседания Совета безопасности ООН в минувшую среду, Когда Байден был приведен к присяге в Вашингтоне, Аль-Джафари призвал к немедленным изменениям во внешней политике Вашингтона в Сирии, отмечая издание. Американские оккупационные силы продолжают грабить богатства Сирии, состоящие из нефти, газа и сельскохозяйственных культур, сжигая и уничтожая то, что они не могут украсть, отмечает сирийский дипломат. Новая администрация США должна прекратить акты агрессии, оккупации, разграбления богатства моей страны, вывести из нее все оккупационные силы и прекратить поддержку сепаратистских ополченцев, незаконных образований и попытки урожать суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии, добавил он. По случаю первой годовщины смерти Карписа Закаряна, первого профессионального боксера Турции по прозвищу «Железный кулак» 25 января на армянском клановище в районе Шишлы и Константинополя состоится церемония поминовения. Закарян скончался 25 января 2020 года в возрасте 90 лет. За 22 года своей спортивной карьеры боксер провел 200 любительских, 51 профессиональный бой. Закарян стал чемпионом Ближнего Востока в 1964 году, перед этим став чемпионом Константинополя и Турции. Отмечается, что о жизни и спортивной карьере Карписа Закаряна будет снят документальный фильм. Бассейн озера Ван в Западной Армении, где обитает множество птиц, стал пристанищем для поющих лебедей из Сибири и северных регионов. Из-за чрезвычайно холодной погоды в этих местах животные остаются голодными и ищут убежище. Вот почему они проходят сюда, к озерам. Бассейн озера Ван летом наполнен фламинго, а зимой украшен поющими лебедями. Они сосредоточены вокруг заболоченных территорий озера Ван и Эрчек. Ваган Текиян родился в 1878 году в Константинополе. Преподавал в армянской средней школе Гетранаган. С 1906 года жил за рубежом в Ливерпуле, в Марселе, в Гамбурге. Долгое время жил в Каире, где в 1905 году основал журнал «Ширак», а с 1915 года издавал газету «Арэф». Первый стихотворный сборник «Раздумья» вышел в свет в Париже в 1901 году. Опубликовал в сборнике «Чудесное воскресенье», «С полуночи до зари», «Любовь», «Армянские песни» и другие. Написал роман «Если изволит Господь». Лирическая поэзия Текияна – своеобразное сочетание символизма и романтизма. Текиян занимался общественной издательской деятельностью. Умер 4 апреля 1945 года. Похоронен на армянском кладбище в Каире. Уважаемые подписчики, на нашем YouTube-канале и на сайте вы можете посмотреть визит делегации Западной Армении в Ерабулур. 20.01.2021 год. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Ван» – «Аршавэнк Сирелис Тепи Сирюн Ван». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Продолжение следует...